МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее время героев. Они так называемые новые герои путинской России. Казом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев Батур-Барс-2, Республика Саха, Якутия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что мы? Подойдемте мы! Чего мы хотим? Градим! Именно из этой категории наших граждан, особенно молодые граждане, там в основном молодые, а я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них пошли в зону боевых действий, вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Путин умеет тиражировать зло и ненависть, разжигая их в головах россиян посредством расхваливания подвигов так называемых героев, а в реальности оккупантов, принесших смерть и разрушение на чужую землю. Козывание Героя России посмертно присвоено уроженцу Дагестана, старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. Офицер вооруженных сил России попал в окружение во время военной операции против украинских нацистов, выполняя боевое задание, подорвался, чтобы не попасть в плен и спасти своих товарищей. Героизм российских солдат. Руководитель страны отметил, открывая заседание Совета Безопасности. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, понимал, с кем имеют дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Как выглядят российские и украинские военнослужащие после плена, ярко иллюстрирует вот это видео. Севастополь. Севастополь. Нас первые шесть дней вообще не кормили, давали там одну бутылку на двоих. Командир злода, минометная батарея, ДШБ. Не менее красноречивым является и тот факт, что палачей, которые совершали зверства в Буче, Путин посадил за собой во время главного праздника страны, парада 9 мая. А перед этим он присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде, которая устроила геноцид в Буче. Мы уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам. За Россию! За победу! Ура! Теперь в России главные герои те, кто убивал мирных жителей в Украине и разрушал ее города. Кому-то из них Путин обещает место в рядах элиты страны. В России стартует специальная кадровая программа «Время героев». О ее запуске сообщил президент страны Владимир Путин, выступая накануне с традиционным посланием к федеральному собранию. Он отметил, что настоящая элита это те, кто служит России, делом доказавшие преданность стране. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Тем, кто начинает осознавать всю преступность путинской войны, но уже очутился на фронте, уготована участь сгнить в карательных ямах и окопах, заставить их молчать уже несложно. Пользоваться на войне в Украине смартфонами и прочими средствами, имеющими выход в интернет, оккупантам запретили депутаты Госдумы. Министерство обороны потратилось, теперь надо из наших парней все выжечь, последнюю жизнь достать, чтобы они пришли к нам просто кочерыжками, а мне чего, кочерыжку, что ли, отдадут. Защищать нашу, подождите. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Без ногого, без рукого. Знаю, что ваши близкие, родственники с одной стороны гордятся вами, а с другой стороны очень за вас переживают, молятся за вас. А кто-то более сговорчивый, кто готов продолжать убивать за деньги и распространять ненависть к украинцам среди детей, выступает в российских школах, как пример для подражания. Старшеклассники седьмой школы встретились с бойцами ЧВК «Вагнер» и территориальной обороны, а также с социальным координатором фонда защитники Отечества Ольгой Горбатенковой. Мероприятие было организовано в рамках классной встречи при поддержке движения первых. Путинская власть буквально объявила всевозможным головорезам, рецидивистам и уголовникам. Идите в школы и завербуйте там столько будущих зет-патриотов, сколько сможете. И люди с больной психикой и откровенно фашистскими и шовинистическими взглядами взяли эту команду под козырёк. Только силы и оружие очистят сполна украинцев от антирасийства, от мазепы-петлюры бандеры греха, от иудиной участи скверной, от крысиной натуры раба-селюка и от ереси римской неверной. Новые герои, прячущие свои лица в балаклавах, а в прошлом убийцы и насильники, от одного вида, которых можно не на шутку испугать не только детей, но и взрослых, с радостью идут в школы и вузы, дабы поведать о всех прелестях и выгодах войны Путина. Ваша самая главная задача это учиться, расти и воспитываться в этих условиях, понимая, где хорошее и плохое. Эти новые герои России рассказывают детям, как убивать украинцев, дарят им шевроны, груз-200 мы вместе и фотографируются на фоне флагов, ничего личного нам заплатили. А хорошо отметив удачную лекцию перед подрастающим поколением, нередко идут учить о копной правде жизни, а попросту терроризировать местное население. В частности, как пишет медиазона, под Саратовом задержали вернувшегося домой участника войны 41-летнего Дмитрия Кирюхина, который провел перед детьми урок разговоры о важном, а потом под мухой избил соседей. Мужчина держит город в страхе уже много лет, но как бывшему сотруднику транспортной полиции, которого уволили и лишили водительских прав из-за пьянок, ему все сходило с рук. Дима! Дима! Ты что делаешь? Дима! Свою! Строгай его! Дима! 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 Ты убил его! Одно его говорит, уважение, я хозяин! Дима! Были в одной из школ паренек все пытался такой небольшой провокатор был, он все, вот, мы же там захватываем, вот как мне ему объяснить, что мы не захватываем эту территорию? Ну вот я, практически полурока у меня прошло, чтобы этого паренька переубедить, в том, что мы туда не носили, мы там никого не убиваем, мы не убиваем. То есть для меня понимание вести бой, убить и убийство, это разные вещи. То есть убийство с целью обогащения или увеличения своих личных потребностей, это убийство, это грех. Когда ты на войне и сражаешься с врагом, то это не грех. Зовут меня Бормотов Сергей Владимирович, позывной, у меня танцор. Я на данный момент работаю на должности педагог дополнительного образования, руководитель ансамбля и бального танца. Только президент объявил о начале спецоперации, все что-то внутри меня перевернулось, и я уже не мог в спокойности оставаться дома и сидеть на месте. Мне нужно было ехать туда. Всего же от рук так называемых героев СВО, которые вернулись с войны, в России погибло более ста человек, и столько же были покалечены, подсчитала верстка. Тем не менее, их портретами зачастую посмертно украшают дома, детские сады, школы и вузы. Число заключенных, память о которых увековечили в регионах России, уже превысило 400 человек. При этом самыми распространенными преступлениями, за которые эти герои оказались в тюрьмах, стали убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть. 128 случаев. Причем более половины заключенных, память которых увековечили, оказались рецидивистами, в том числе за повторное убийство. По подсчетам верстки, за время войны как минимум 56 мемориальных досок, посвященных экс-заключенным, установили на стенах образовательных учреждений, детских реабилитационных центров и интернатов, лицеев, школ и колледжей. Большинство из них гранитные плиты с портретом, именем, фамилией, отчеством и годами жизни. Среди увековеченных героев, как минимум, 12 убийц и причинивших тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, 19 воров и грабителей, 15 осужденных по наркотическим статьям. У новых героев, отдавших свою жизнь на бессмысленной войне Путина, есть собственные. Уголки памяти, аллеи героев и школьные парты гордости. В их честь высаживают деревья в парках и скверах. Он погиб в этом году у нас, и вот мы посадили дерево. Будем наблюдать. Придем, посмотрим. Посмотрим. Вспомним, Санек. Вот ты у нас растешь. Чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш был устраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировать, чтобы набежда у нас была. Вот за все, за это погиб ваш брат. Что мешало мэру Маршанска в Тамбовской области все отремонтировать до войны, и при чем тут вторжение Путина в Украину, остается загадкой. Но этому лицемеру и отбросу общества хотят прийти на смену персонажи даже еще хуже. Те, кто воевал сам и теперь делает карьеру на крови и разжигание ненависти. А мы русские самый дружный, самый сильный, самый красивый и умный народ. И с нами Бог самое главное. Алан Баев участник практически всех воин Путина, в том числе в Украине. Вернувшись с Донбасса, он дважды выставлял свою кандидатуру на пост мэра нефти Юганска. Но пока безрезультатно. Баев безработный. Его единственное занятие пропаганда войны Путина на общественных началах. У меня Данька подписал контракт на долгую. Это кто? Сын. У тебя такой большой сын? Да. Молодец, молодец. А светлое будущее, я думаю, может где-то начнем мы, а дальше уже наше будущее поколение, следующее поколение. Все-таки дойдем до того, что будет у нас светлое будущее. И дороги будут, и чистая вода будет, и коррупции не будет. Много внимания разжиганию ненависти в умах подрастающего поколения уделял и донецкий уголовник боевики, так называемый военкор, Владлен Татарский, который еще в 2011-м участвовал в вооруженном ограблении отделения банка в Макеевке. 27 августа 2014-го он совершил побег из колонии, а с началом гибридного вторжения Путина на Донбасс сделал головокружительную карьеру. Как-то прослушав пламенную речь Путина в Кремле, Татарский сумел изложить всю свою систему ценностей буквально в нескольких секундах. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Но мир путинских героев не заканчивается на уголовниках и тех, кто готов убивать за деньги. Также есть пропагандисты, в том числе работающие под прикрытием российских спецслужб. Еще одни представители новой элиты и фактически национальное достояние России телефонные пранкеры Вован и Лексус Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они с одобрения российской власти уже много лет занимаются геополитическими провокациями. Звонят, представляя с другими людьми, как правило, западным политикам, знаменитостям и российским оппозиционерам. Но при этом никогда не разыгрывают Путина и его ближайшую свиту. Мои гонорары идут на Украину. Что вы думаете по поводу тех, кто добровольцем идет? Мне вот страшно представить, кто эти люди, которые идут против Украины добровольцами. Я думаю, что это люди, которые не имеют работы. Из последних случаев, конечно, Дмитрий Быков, добавлю, иноагент, Борис Акунин, иноагент, фигурант уголовного дела, Людмила Улицкая, кажется, еще не иноагент. Вот это мелкие насекомые, на самом деле, то, что вы упомянули, мы как бы вот особо в насекомых не хотим углубляться. У нас есть более важная вещь, с кем мы общались. Но вот с этими, ну так получилось у нас, такое ответвление нашей деятельности. Тут уже наши известные Вован и Лексус на днях поговорили с Хиллари Клинтон, которая прямо им говорила, ни в коем случае надо вам продолжать наше общее дело. Вот Вован и Лексус позируют с еще одним героем путинского времени, ЗЭД-писателем Захаром Прилепиным. Во время вручения всем троим наград в Кремле в начале июля сладкой парочке дали по ордену дружбы, а Прилепину вручили орден мужества. Но в целом из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто полный просто галимый беспредел. Нет, все машины были забиты всегда оружием, коньяком, ну чтобы хотел наступать прямо до Варшавы. Благодаря абсолютной верности режиму, как Прилепин, так и Вован и Лексус быстро поднимаются вверх по карьерной лестнице. Теперь эти два телефонных шарлатана, у которых, как предполагают многие, есть корочки ФСБ, вместо Ивана Урганта шутят в вечернем эфире Первого канала. Шоу Вована и Лексуса. Премьера в среду на Первом. Ну а если серьезно, кто по профессии как становятся пранкерами? Ну по профессии юристы, экономисты. Все очень банально. Да. А пранкерами становятся, не знаю, как это так, вышли. И в то время, когда мошенники, жулики, воры и убийцы становятся в России новой элитой, по-настоящему достойные люди, которые смогли сказать нет преступной войне Путина, если не уехали за границу, то оказались за решеткой или даже умерли. То, что российская власть позволяет себе делать с инакомыслящими россиянами и теми, кто против войны, было трудно представить еще каких-то несколько лет назад. Но рано или поздно народное терпение лопнет, ведь войну Путина большинство россиян не поддерживают, а терпят, скрипя зубами. И все эти новые герои России, которые таковыми являются лишь в телевизоре, но совсем не в глазах людей, окажутся там, где и должны быть за решеткой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова